Ай ты, бля... Еееее! Видал, он сдох! Так, стоп! А в этой сцене кто тогда будет? Resident Evil 8 уже закончился, и вроде как все уже прошли, перепрошли эту игруху. Кому-то даже удалось найти секретных боссов и сразиться с ними, открыть много пасхалочек, спрятанных секретных бонусов и многого другого. Но есть ещё одни моменты, которые всё так же скрыты от глаз. И их просто так увидеть невозможно. Много это не скрывает от нас, обитель зла. Возможно, поэтому и непонятно, о чём был смысл Resident Evil 8. Доброго времени, с тобой снова Павел Князич, и что если мы сломаем игру? Опять? Правила созданы, чтобы их нарушать? Да, именно так. Поменяется ли сюжет, если мы пойдём против него? Что произойдёт с другими персонажами? Здесь мы и узнаем, рассмотрим самые интересные баги, и, наконец, поймём. Можно ли здесь победить монстров, не убивая их? Или убить монстров, которые кажутся неубиваемыми, и получить с них, естественно, бонусы. Ну и, разумеется, на них купить всякие плюхи, которые, между прочим, не помешают при прохождении. Да и, в принципе, можно поржать просто так, и даже не париться по поводу сюжета или каких-нибудь дополнительных плюх. Все мы люди разные, кому-то нравится сюжетка, кто-то обращает внимание на графику, геймплей. Мы же здесь, чтобы взломать к чертям и ядреней матери эту игру, чтобы она подчинялась только нашим правилам. Поэтому погнали. Ну и перед этим зайдём в гости к тёте Димитреску, где нам придётся пройти огонь, воду и медную хрень, которая в любой момент может ожить, если не наставить на неё фонарь. Только что выпрыгнули вот из этого горящего дома, похоронили здесь, походу, всю семью. Шикарное прохождение Resident Evil, Little Nightmares, Assassin, и даже Псамопхобия. И Пхасмопхобия. Ну надо же язык сломать, или его сломают тебе. Например, всё те же монстры из Resident Evil 8. Заходи, не пожалеешь. Ссылка в описании. Знаешь ли ты реального вожака оборотней? Да, того самого красавца волосатого с молотом. В принципе, с оборотнями в начале будет много мороки, поэтому вот тебе лайфхак. По спидрану резика. После первого столкновения, где сожрали деда, выбеги на улицу и просто беги. Там тебя всё равно угреют, окружат, а после ты встретишься с бешеным Хагридом. Хагридом можно замочить. Ну, каким образом? Деда того, как помрёт, даёт тебе пушку, с помощью которой можно замочить кучу собак некрещённых. И с самого начала тебя пойдёт искать Хагрид. Ну, тот здоровый оборотень с молотом. И точно для того, чтобы сообщить тебе, что ты волшебник и отправляешься в Хогвартс. Бородатый кузнец и не подозревает, с кем связался. Поэтому у тебя есть ещё время до встречи с ним обшукать все дома и найти дробовик. Если всё-таки тебя окружили и тебе приходится отбиваться от монстров, то шмаляй в них не из дробовика. Он тебе ещё пригодится. Используй для этого дедовский пистолет. Иначе, внучок, нахрена он тебе нужен? И вот, наконец, ты встречаешь его. И шмаляй прямо в его бородатое рыло. Хренак, хренак. Но за него не переживай, он обязательно появится. И дед тебя найдёт. Я тебе это гарантирую. Отличное оружие, кстати, против этих ублюдков. Либо винтович, либо револьера. Можем прямо выйти к нему навстречу. И примерно где-то с трёх-четырёх выстрелов ему в бошку из револьера, естественно, громила упадёт. Есть! Есть! И ты сразу же с лёта получаешь его кристальный череп. Думаю, герцог будет рад. Ну и вдобавок ко всему этому, ты на несколько тридцать пять где-то тысяч станешь богаче. Хотя, по-моему, это даже мало для такого верзилы. Ну ладно, череп, так сказать, компенсирует. Сойдёт. Да, а что там со сцены в конце? Мы же разнесли его черепушку к ядрине матери. Значит, в сцене, когда нас вроде как должны окружить, его не будет. Но дед оказывается живучей тварью. И поэтому сия сцена не меняется. И мы лицезреем его шикарную локалюту улыбку. Батя, нормально? А-а-а! Да, к сожалению, получается так, что если даже мы убьём вожака рядом с тем местом, где должна быть сцена с его первым появлением, он действительно появится. Возможно, этот утырк реально бессмертный или с очень мощной регенерацией, я бы даже сказал, сверхрегенерацией. Ибо, блин, ну вот он здесь недавно лежал. Откуда он появился на крыше? К сожалению, сюжетку нам поменять здесь не удалось, и мы в итоге встречаем его и снова, и снова. Но, как ты понимаешь, уже грохнуть его стоит. Хоть в первый, хоть во второй, хоть и в третий раз. Всё-таки неплохие бонусы ты с него получаешь. Монстр-молоденец. Ну и на пасашок немного попугаем подвального детину. Тебе не посчастливится встретить личинуса на пути к одному из боссов, леди Беневиента. Той самой тёмной женщины, которая управляет куклами. Но, скорее всего, малыш будет пострашнее. От него можно лишь убежать, а никак иначе. Или же он тебя проглотит, как леденец. Для таких случаев Господь нам сниспослал лифт. Господь, Господь. Этот варь приползёт за нами. Хочешь ли ты того или нет? А, малыш. Кроха, ты тоже хочешь покататься. На, давай, давай. Ой, застыл. Заснул. О, во как. Вот вам лайфхак для молодых родителей. Как укладывать младенца. Их лыбельной даже для этого не надо. Хотя... Забирайся на матрас, засыпай капучий глаз. Спи, сволочь падал, засыпай. Хотя в лифте тоже малыша неплохо так укачивает. Но бак не всегда может сработать. И либо ты ловко, как спудиймен, уворачиваешься и бежишь из лифта, а он в это время остаётся там. Либо оно тебя проглатывает заживо. Поэтому бак не всегда может сработать, если малыш находится в лифте. Но вообще я тебе не рекомендую с этой хренью баловаться и просто свалить. Потому что я и дритру на левое уши бы, я этого не видел. А-а-а! Пока! Ну что ж, и такое может произойти. Ты можешь избавиться от младенца, но, к сожалению, ты останешься здесь, и лифт уедет без тебя. И поэтому, каким хреном ты будешь там выкручиваться из этой ситуации, я не знаю. Но если ты перед этим не нажал кнопку, то всё будет окей. И можешь снова вернуться в свой лифт. Какие баги тебе больше понравились? Случалось ли у тебя что-то подобное? Напиши об этом в комментариях. Ну и не забывай подписываться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер князеча во Вконтакте тоже подписывайся, ссылка в описании, поставь лайк этому видео, поделись ему себя на странице и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем пока, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok